Привет! Все мы обожаем домашних животных. Не просто так видео с котиками заслуженно набирают миллионы просмотров на YouTube. В этом выпуске мы поговорим про самых известных российских питомцев, которые стали настоящими звездами своего времени. Кто были их хозяева? Каково это жить в лучах славы? И кто самый узнаваемый сейчас? Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Одной из первых звезд называют любимую лошадь Петра Первого Лизетту. Царь увидел ее у рижских купцов, которые шли ему навстречу. С первого взгляда он понял, что эта лошадь должна была стать его. Тогда Петр на месте выкупил животное за 100 голландских червонцев и назвал ее Лизетта. С этого момента они стали «не разлей вода». Однажды Лизетта даже спасла своего хозяина от гибели во время сражения под Полтавой. По ним открыли прицельный огонь, но лошадь успела увезти Петра в безопасное место. Сейчас же почти на всех полотнах и скульптурах, где Петра изображали на коне, мы видим именно его любимицу. Медный всадник не стал исключением. После смерти верного друга Петр сделал из нее чучело. Теперь любой желающий может увидеть Лизетту в Зоологическом музее Петербурга. Особую популярность в России всегда имели коты. Многие заводили их как защиту от грызунов. То же самое сделала и императрица Елизавета Петровна. Когда в Зимнем дворце крысы стали прогрызать дырки в стенах, она распорядилась привезти 30 котов, которые должны были исправить ситуацию. Неудивительно, но все сработало как нельзя лучше. Вредители исчезли, а коты стали официальными работниками Эрмитажа и продолжают трудиться на своем посту до сих пор. Раз мы заговорили о кошках, то будет честно вспомнить и звездных песиков. Вы ведь явно слышали про собаку Павлова. Так вот, конкретной собаки никогда не было, потому что в распоряжении у Ивана Петровича было множество песелей, на которых ставились эксперименты. Он очень бережно относился к каждому четвероногому. Еще бы, ведь именно благодаря им он и получил Нобелевскую премию в области медицины. Сам ученый потом очень долго настаивал на том, чтобы его питомцам тоже была хоть какая-то награда. Именно благодаря этому в Петербурге теперь есть памятник собаке Павлова. Другой знаменитостью стал кот Чес. Он принадлежал великому русскому шахматисту Александру Алехину. Спортсмен объехал весь мир, сыграв тысячи партий. Отличительной чертой шахматиста было то, что его всегда сопровождал сиамский кот. Пушистого друга Алехин приобрел во Франции. Чес стал настоящим талисманом и помогал своему хозяину успокоиться и сконцентрироваться во время игры. Иногда гроссмейстер даже давал питомцу обнюхать шахматную доску и фигуры на удачу. Кот был настолько важен, что когда на Всемирной шахматной олимпиаде в Варшаве он убежал за мышкой, Алехин отказался играть, пока его не вернут. А что по поводу экзотических животных? Такие тоже были. Например, бегемотиха из ленинградского зоопарка по кличке Красавица. Она оставила свое имя в истории, пережив блокаду Ленинграда. Толстушка весила почти две тонны, из-за чего прокормить животное было практически нереально. Ей полагалось 40 килограммов пищи, тогда как норма для человека была 125 граммов хлеба. Бегемотихи делали салат из травы, овощей и 30 килограммов распаренных опилок. Это было бы невозможно провернуть без смотрительницы зоопарка Евдокии Дашиной. Женщина ухаживала за красавицей, кормила и мыла ее. Благодаря этому бегемотиха не умерла во время блокады, а прожила долгую и счастливую жизнь. Естественно, говоря об известных животных, нельзя не упомянуть лайку. Это была первая собака-космонавт, которую удалось вывести на орбиту Земли. На полет претендовали 10 собак, но лучшей оказалась именно лайка. Кстати, первоначально ее звали вовсе не так. Ее имя было Кудрявка, но из-за звонкого лая персонал решил, что новая кличка подойдет гораздо лучше. Лайку запустили на орбиту с помощью космического аппарата «Спутник-2». К сожалению, ей было не суждено вернуться, так как на корабле просто не предусматривалась такая функция. Сделав четыре витка вокруг Земли, собака погибла, но навсегда вошла в историю космонавтики. Следом за лайкой покорять космические просторы отправились два других песеля – Белка и Стрелка. Их отбирали по особым критериям – они должны были весить не больше 6 килограммов. Быть не старше двух лет и быть симпатичными, чтобы люди полюбили их с первого взгляда, когда псов начнут показывать по телевидению. Собаки проходили точно такую же подготовку, что и люди-космонавты. После этого на аппарате «Спутник-5» они отправились бороздить бескрайние просторы Вселенной. Там питомцы провели 25 часов, 17 раз обогнув планету. Затем они удачно приземлились, став первыми животными, которым удалось вернуться из космического путешествия. Какая история без питомцев президента России? Владимиру Владимировичу за все время его работы надарили множество животных. Среди них Алабай по кличке Верный, овчарка Баффи, пони Чип, тигрица Маша, коза Сказка и две панды – Жуи и Диньдин. Некоторые из них, конечно же, не живут у него дома, а были переданы зоопаркам. Одной из домашних любимец Путина считается собака по кличке Юме. Пса породы Акито-Ину подарил Владимиру Владимировичу японский политик Нарихисой Стаке в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения у побережья острова Хансю. Завершают историю звездных питомцев животные-блогеры. К таким можно отнести мини-пига Джузеппа из Екатеринбурга. Маленькая хрюшка вместо того, чтобы копаться в грязи, покоряет Инстаграм. Хозяйка выкладывает в блог всю его жизнь, а 88 тысяч подписчиков ждут новые фотки хрюшки и ставят лайки. Но это не что по сравнению с таксой из Ростова. Вот кто настоящий звездный пёс. На ютуб-канале у него более 400 тысяч подписчиков. В своих роликах он играет, бегает, да в общем-то и всё. В сумме его видео посмотрели уже 100 миллионов раз. Чёрт, да что этот пёсель себе позволяет? Его канал популярнее, чем наш. А теперь напиши в комментариях, какое животное есть у тебя или любое другое, которое ты хотел бы завести. А пока не забывай ставить лайки и подписываться на канал. С вами была Краткая история. Увидимся!